Всем привет, на связи с вами Серега. Спасибо за лайки, подписывайтесь на мой канал, спасибо за то, что делитесь моими видео. В этом уроке мы будем делать вот такую штуку. Создадим обычный блок с текстом, внутри него будет находиться блок-кружок, при наведении на который фон будет плавно меняться. Как обычно все сделано только на CSS3 и сейчас скачивайте архивчик StartLite к себе на компьютер, ссылка в описании под видео, распаковываете и папочку переименовываете в Anyback. Эту папку открываете в редакторе и начинаем работать. Так, я сразу включаю живой просмотр и здесь в файле индекса HTML начинаем вводить код. Для начала давайте мы создадим общий блок, в котором будет все это содержаться. Див с классом блок. Затем вверху будет идти блок-круг, поэтому мы ему зададим класс-секл, чтобы было более понятно. И внутри этого круга будет идти обычный спан с текстом сам-айкон. Вот что мы получаем в итоге. И вот под этим дивом с классом-секл будет идти див с текстом, поэтому мы ему задаем класс-текст. И внутри него будет идти тег h3, например с текстом наведите курсор на кружок. И под этим тегом h3 для красоты, точнее для полноты, мы разместим два тега p со случайным текстом, например лором 15. В итоге у нас получается вот такая штука. Структура в принципе готова, поэтому идем в файл стилей и начинаем все это дело оформлять. Начнем с класса блок. Давайте мы ему зададим сначала ширину в 300 пикселей, затем марджины зададим в 20 пикселей, но это только сверху и снизу, а по бокам alto, то есть чтобы все стало по серединке. Также давайте зададим паддинги по 20 пикселей и сразу же мы напишем границу 1 пиксель solid решетка ddd. Теперь скругляем углы, давайте 10 пикселей и начнем оформлять уже кружочек для класса секл. Давайте сразу же мы зададим бэкграунд решетка 3d, 3d, 3d. Так, сразу же задаем ширину в 200 пикселей, высоту тоже в 200 пикселей. Отлично, марджин 0, alto. Дальше цвет беленький и line height мы задаем тоже 200 пикселей. Наша надпись станет по центру, по вертикали. Теперь написав текст align center мы ее сделаем еще по центру и по горизонтали. Все, в принципе тут готово, скругляем углы до круга, 50% пишем, вот и у нас получается вот такой черный кружок. В принципе мы можем здесь также увеличить font size, например на давайте 1.e1.em. У нас стало чуточку побольше и пишем сразу текст shadow 1 пиксель, 1 пиксель, 1 пиксель, решетка и 1.1.1. Видим тень тут немножко заметно и сейчас прежде чем мы начнем рисовать второй кружок, давайте мы сначала оформим текст ниже. Так, у нас идет блок текст, здесь пишем давайте цвет зададим 555, чтобы он сильно в глаза не бросался. Размер шрифта сделаем поменьше, font size 0.85.em. И текст polygon justify давайте напишем. И вот сейчас для тега h3 мы напишем также текст align center. Все, в принципе у нас основа, так сказать, готова. И теперь давайте приступим к кругу. Чтобы создать наш кружок синий мы могли бы использовать отдельный div, но он будет пустой, это не совсем корректно. Поэтому мы будем использовать псевдо элемент apte, то есть то, что идет после блока. Здесь мы сразу указываем, что тут будет идти пустой контент. Дальше мы прописываем ширину точно такую же, как и там, 200. Высоту тоже точно такую же. Затем давайте мы зададим background, например, red пока. И чтобы наш блок стал виден, мы пишем display block. Блок появился. Теперь задаем скругление углов, в принципе все то же самое. И вот этот наш кружок надо разместить вот здесь сверху. Для того, чтобы это сделать, задаем position absolute. Так, top задаем 0. И left тоже задаем 0. В итоге у нас круг появился здесь. И чтобы вот эти размеры отталкивались от черного круга, мы ему задаем position relative. Все. В итоге все появляется. Нас только не устраивает то, что наш сам айкон не виден. Поэтому для спана в круге мы пишем следующие стили. Position relative и z-index давайте 2. А вот для вот этого круга авто, чтобы он точно находился вот над этим кругом, мы напишем z-index 1. Все. Все расставлено на свои места. Можем теперь менять цвет на какой-нибудь синий. Вы можете любой указывать, в принципе, мне это без разницы, какой вы там цвет поставите. Теперь нам необходимо сделать, чтобы при наведении наш синий круг пропадал и вместо него появлялся черный. Поэтому мы будем делать следующее. При наведении на класс cycle, то есть пишем псевдокласс have, псевдоэлемент after будет меняться следующим образом. Width 0, Height 0. Уже видим, все пропадает. Давайте мы сразу же напишем transition и напишем 0.5s. И видим, опа, вот так уже у нас начинает работать. Чтобы он пропадал в центре, мы здесь должны написать left и top, которые будут выставлять его по центру. Так как у нас здесь размер 200 на 200, то центр это будет 100 на 100. Поэтому left 100 и top тоже 100. И теперь наш кружочек расставляется ровно по центру. Если мы внимательно присмотримся к краям вот этого круга синего, то вы увидите, что они немножко зазубрены. Это потому, что на заднем фоне черный круг. Чтобы этого не было видно, мы можем, смотрите как сделать, увеличить, например, наш кружочек на 202 пикселя. И сделать смещение на минус 1 пиксель по верху и минус 1 пиксель по левому краю. И теперь у нас кружки, расстояния уже тут плавные. Но тут появляется немножко, видимо, увеличение, когда идет обратный процесс анимации. То думаю, это уже не страшно. Теперь необходимо сделать, чтобы у нас здесь были такие размыленные края. Да, в принципе, это было бы удобно делать при помощи свойства фильтр. Давайте мы его заведем. Фильтр, параметр blur. И напишем, например, 20 пикселей. Точка за пятой. Тут не видно. Давайте мы скопируем. Сделаем префикс webkit. И вставим. И теперь, видите, вот он у нас так размытый. Давайте мы вот это все дело поменяем. Поставим на after. И тут у нас будет, видимо, уже все размываться. Однако, здесь проблема кроется в том, что свойства фильтр ИЕ еще не поддерживают. Поэтому в ИЕ этого видно не будет. Что я сделал? Я решил использовать не фильтр, а обычную тень. То есть, мы здесь пишем box shadow. Пишем, например, 0, 0. 20 пикселей размер тени и 20 пикселей плотности тени. Цвет тени мы пишем точно такой же, как бэкграунд вот этого круга. То есть, 3D, 3D, 3D. И чтобы она была внутри, пишем inset. И сейчас обратите внимание, мы как бы наводим тень еле-еле заметно, потому что она тоже под анимацией. И чтобы она нормально работала, нам необходимо анимацию задать для ширины, высоты, лепт и топ. Поэтому здесь мы пишем width, запятая, вставляем 0, 5, пишем height. Затем опять 0, 5, топ и еще раз 0, 5, лепт. То есть, теперь анимация будет проигрываться только для этих свойств, а тень будет видна сразу. Вот теперь все работает нормально. Единственный здесь момент, это то, что когда анимация откатывается в обратную сторону, тень у нас вот эта не видна. Итак, друзья, на этом все. Надеюсь, урок вам понравился. Помним, что следующее видео вас ждет в следующий четверг. Однако, если вы мне надарите до понедельника более 150 лайков, так и быть, следующее занятие я выложу в понедельник. На этом все. На связи был Серега. Делитесь обязательно этим видео. До скорых встреч.